И для всех, кто хочет окунуться в ностальгические воспоминания музыкальных советских картин или, может быть, погрузиться в волнующий и чарующий мир голливудских блокбастеров, следующая информация, друзья, завтра в Театре Мюзик Холл открывается новый сезон. И сезон этот открывается концертом симфонического оркестра «Северная симфония» с жизнеутверждающим названием «Время вперед». Вот при чем здесь голливудские блокбастеры и советские фильмы, узнаем прямо сейчас у нашего гостя. У нас в гостях маэстро Фабио Мастранжело, художественный руководитель Театра Мюзик Холла, художественный руководитель и дирижер оркестра «Северная симфония». Доброе утро, Фабио! Всем доброе утро, спасибо вам. Как всегда, очень приятно быть с вами, даже если очень рано, неважно. Фабио, расскажите, что за кинематографический вечер ожидает нас завтра? Ну вот, это, во-первых, надо сказать, что возникла идея сделать такую программу, которая порадует людей, естественно, потому что мы все знаем, что случилось, и какие трудности окружали нас, и до сих пор они продолжаются. Поэтому придумали такую легкую программу, где мы исполняем музыку американских кинофильмов, советских кинофильмов, русских кинофильмов, итальянских кинофильмов и так далее. И даже итали-американских, конечно, потому что там крестный отец, который символизирует, конечно, итальянцы в Америке. Да, это всякие, мафия и так далее. Надо сказать, что это написал, эта музыка, конечно, известнейший композитор Нино Рота, который, как многие знают, являлся директором, ректором консерватории в родном городе Барри, когда я учился, он меня принял в консерваторию и так далее. Были очень интересные истории с ним, пока он был жив, до 78-й год. И вот, ну, среди других произведений, например, есть главная тема «Mission impossible», да? «Миссия невыполнимая». И, собственно говоря, мне кажется, что это очень хорошо связывается с то, что происходит. То есть мы должны выполнять, да, как-то, в конце концов, герои наши, а не выиграя, победяя. Так что, вот, мы надеемся тоже на это. А самая первая ассоциация музыка из хорошего фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Это не будет, это, ну, это, конечно, в сердце. Это уже даже не надо играть. Это мы все знаем, все любим. Конечно, я услышал много раз моему адресу как-то воспоминания от этого кинофильма. Я сам посмотрел много раз. Мой сын Стефан тоже любит смотреть, ему очень смешно, поэтому... А сразу вопрос, может быть, не в тему концерта. А этот фильм популярен в Италии так же, как в России, или он не очень? Знаете, я, если честно, никогда не узнавал, ну, по крайней мере, актеры, которые приняли участие со стороны Италии, дали Геронос Кейзе и так далее, Нинетто Даволи и так, они очень известны были. Поэтому я не сомневаюсь, что и в Италии он был известен. Поэтому очень, ну, как всегда, да, между Италией и Россией очень такие тесные отношения, тесные, веселые отношения, можно сказать. Фабьер, ну мы вас поздравляем с открытием сезона, наконец-то. Все мы, конечно, ждали этой встречи. Расскажите, как прошла самоизоляция? Самоизоляция, вы знаете, ну, я могу вам сказать, что для музыканта, для любого музыканта практически, ну, больше всего, наверное, для инструменталистов. Это просто нормальная жизнь. Привычная сезона? Ну, это привычка. Потому что люди просто сидят за роялем, или держат скрипку, или флейта, или гобоя, и так далее. Вам много часов. А мы как-то постоянно занимаемся наедине с самим собой. Поэтому, скажем так, ничего нового. Я лично, я успел дописать реферат для консерватории. Я закончил еще ассистентуру в консерватории, поэтому мне удалось просто... Да, 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 шикарно. Я каждый день 8 часов в день занимался чтением и написал, конечно. Да, писал, и вот все получилось. Вы прилежный, Фабио. Поэтому почти, почти можно сказать, что повезло. А онлайн-опыт был у вас какой-то? Потому что мы с вами, кстати, встречались в онлайне, брали интервью. Встречались ли вы со своими музыкантами онлайн? Абсолютно, абсолютно. Мы создали несколько проектов, которые состоялись прямо во время локдауна, например, путеводитель по оркестру. Три раза мы встречались с разными музыкантами, представляли инструменты, общались, узнавали такие секретные детали жизни инструментов и музыкантов, которые никогда не успели до этого узнавать. И потом сделали серию с Виктором Высоцким об опере. Мы начали с самого начала 17 века и рождение итальянской оперы. И как она начала потом во Франции, в Германии, естественно, в России и так далее. Очень интересно было. Настолько, что даже много зрителей стали узнавать, а когда все закончится, вы это будете? Должите, да. Но вам-то, наверное, на сцену хочется. На сцену хочется, но мне кажется, что это можно найти какую-то компромиссную форму, где можно и на сцене, и одновременно, конечно, на интернете. Поэтому более или менее можно сказать, что интересно. Конечно, неожиданно, но, вы знаете, мне кажется, что тоже реакции людей очень важны. Они могут обеспечить такие вещи, которые даже раньше тебе в голову не пришли бы. А сейчас уже как-то, знаешь, неожиданный момент. Ну что ж, мы всех с удовольствием приглашаем в мюзик-холл 30 сентября на концерт. Не можем вас отпустить, Фаби, без того, чтобы задать вам вопрос дня. Сегодня Всемирный день сердца. Это, конечно, с одной стороны здоровье сердца. Да, конечно. С другой стороны, сердечные дела — это дела любви. Поиск своей половинки. Мы сегодня нашим телезрителям предлагаем прислать варианты, где они встретились. И вторую половинку. Если не секрет, вашу вторую половинку вы где встретили? Мы с ней встретились, кстати, как неожиданно. В Дубае. Так. Ну, она русская. Она не восточная. Не начинайте думать. Да, в Дубае. При том, что она журналистка, я, конечно, вы же знаете, кто я. И совершенно неожиданно. Я был там, потому что дочка тогда работала для фирмы одежды. Она дизайнер по одежде. И у них был показ. Именно в Дубае. Это называлось, по-моему, «Арабская неделя моды». Или что-то в этом. И, конечно, Светлана была приглашена как журналистка, чтобы просто написать что-то. Для спутника, кстати. И мы там встретились. Я сразу показал дочке. Говорю, ну как, нормально? Одобряешь? Да, одобряю. Она одобряла. Фабиум Астранджело в прямом эфире проекта «Утро в Петербурге». Друзья, у нас впереди короткая реклама. Никуда не уходите. У нас еще масса интересного для вас. Утро в Петербурге.